В Россию приехало новое поколение флагманского Бентли. И хотя седан Flying Spur обеспеченным россиянам показали больше полугода назад, реальные поставки машин стартуют только сейчас. Видимо, свои коррективы внёс в коронавирус. Интересно, что за это время летящая шпора даже успела пережить обновление. И это хорошо, так как клиенты по достоинству оценят четырёхместный салон, без которого нельзя представить современный представительский автомобиль. Ещё одна новинка, цены которой нам неизвестны, первый кроссовер от корейского премиум бренда Genesis. Впрочем, здесь причина другая. Российский офис и хотел бы поделиться прайсами, но они пока не сформированы. Зато готовы сертификационные документы. Из них мы знаем, что российская версия большого паркетника будет обладать тремя турбомоторами. Одним дизельным и двумя бензиновыми. Трёхлитровый двигатель на тяжёлом топливе с шестью цилиндрами в ряд. Его отдача приятные для начисления налогов 249 сил, хотя момент тепловозные 588 ньютон-метров. Чуть меньше по моменту выдаёт V-образная бензиновая шестёрка. Зато её мощность под 400 сил при объёме в 3,5 литра. А открывает гамму моторов агрегат 2,5, который выдаёт 249 сил. Все моторы сочетаются с классическим восьмиступенчатым автоматом. Интересно, что для нас не стали сертифицировать модификации с передним приводом, а заявили только вариацией 4х4. Добавим, что на рынке новому GV80 предстоит выйти против таких бестселлеров, как BMW X5 и Mercedes-Benz G. В год планируется продавать около 2000 машин. Финальную новость этого выпуска нам тоже подсказали сертификаты из базы Росстандарта. Как выяснилось, кроссовер J.Li FY11 наши дилеры будут продавать под именем Tugella. Это отсылка ко второму по величине водопаду в мире, Tugella, который находится в Южной Африке. Также ОТТС раскрыл нам спецификации модели. Она получит двухлитровый мотор в двух вариантах отдачи, одинаковых по крутящему моменту. Коробка передач строго восьми диапазонный автомат, а привод только полный.